Вирусные заболевания выявили в китайском городе Ухань, когда в больницу поступило 59 человек с симптомами, схожими с пневмонией. Поначалу неизвестный вирус обнаружили у одного пациента, но проведя ряд исследований, врачи сообщили, что он присутствует еще у 15. Таким образом, началось резкое распространение коронавируса. Примечательно, что в короткие сроки удалось установить очаг заражения, небольшой рынок с морепродуктами Хуань. Для того, чтобы не дать вирусу разлететься по ближайшим населенным пунктам, 14 городов были полностью закрыты для въезда и выезда людей. В Китае ввели особый режим, при котором все жители обязаны носить медицинские маски и проводить профилактику от заболеваний. Но только это, как показала практика, не особо помогло. По данным интернет-ресурсов, на сегодняшний день число заболевших жителей Китая составляет 3000 человек, а погибло от нового вируса около 100. Вирус передается воздушно-капельным путем, именно поэтому Россия приостановила перелеты в Китай и обратно. Все туры в Китай на остров Хайнань с вылетами до 4 февраля будут аннулированы с полным возвратом стоимости туров. Все остальные туры, которые были запланированы, действия будут идти по решению туроператора. Сейчас турагентство, клиенты которых находятся на отдыхе в Поднебесной, готовит рейсы в Россию. Так, компания «Рус-Тур» планирует до 1 февраля перевезти более тысячи туристов. Все они подвергнутся тщательному осмотру не только по прибытии, но и во время взлета. Вера Калина обратилась в турагентство, чтобы провести отпуск в Китае. За свои годы она побывала там уже 4 раза. Однако в этот раз поездку пришлось отложить. Хотелось бы, конечно, съездить туда еще раз, так как меня приглашали. Но затем позвонили и сказали, что отменяется из-за этого коронавируса. Чтобы узнать, какие меры предпринимаются в Нижнекамске, мы обратились в местное отделение Роспотребнадзора. В Нижнекамском районе и городе Нижнекамск с первых дней ситуации организован мониторинг за эпидемиологические ситуации. А также приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля. Это включен туда опрос состояния здоровья пассажиров, термометрия, а также информирование по заболеваемости коронавирусной инфекцией. По состоянию на 27 января 2020 года случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено. На сегодняшний день всем турагентствам запрещено продавать билеты в Китай. За это они могут заплатить большие штрафы, которые предусмотрены в карантинный период. Также все пассажиры авиарейсов подвергнутся полному обследованию до перелета, а также после него. Иван Рыбцов, Лисан Саитова, НМЕДИЯ.